Ну что, поехали! Всё, сейчас. Это историческое событие в жизни города на Волге. Его ждали почти два десятилетия. Газораспределительная станция Юрьевец. Голубое топливо идёт сюда из Пучешского района. Там проходит газовая магистраль. Чтобы соединить её с Юрьевцем, потребовалось построить отводную ветку длиной 47 километров. Огромное спасибо за работу. Спасибо, что всё сделали. Сделали вовремя. Специально мы не называли сроков подвода газа городу Юрьевец. Потому что несколько, без привлечения, десятилетий людям обещали газ. По разным причинам этого не получалось. Вот сейчас мы только начали с вами. Подвели газ к первым домам на Глазовой горе. Домохозяйство семьи Марковых одним из первых подключили к газоснабжению. Проект супруги заказали и оформили ещё в 2015 году. Затем постепенно закупали оборудование. Газовую колонку для горячей воды и газовый котёл для отопления. Зимой отдыхаем. Дрова не носим, не утруждаемся. Всё очень хорошо, тепло. Не то, что раньше. Печку одну топили, вторую по несколько раз ходили за дровами. А летом надо было заготовить, привезти, расколоть, убрать. А это две-три машины. Газ пока есть только на Глазовой горе. Он поступает в четыре десятка домов и детский садик. Но это лишь начало. Работа по газификации центральной части Юревца продолжится в следующем году. Голубое топливо со временем планируют подвезти ещё в 15 населённых пунктов района. В Юревецком многофункциональном центре открыли отдельное окно для приёма заявок на подключение. За этой сутки пока немного. Пока народ идёт не очень активно. Скорее всего, больше ждут весны. В день два, может, три человека. Ну, пять. Не более того. Для заключения договора при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на жилой дом. Сергей Веселов, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».